Сохранение калмынского языка Калмынский язык, как известно, постепенно угасает. Угасает на территории Республики Калмыкия. И если мы чего-то не сделаем в ближайшее время, вполне возможно, что он угаснет совсем. И поэтому я хотел предложить несколько вещей, которые могли бы помочь нам сохранить этот язык и, может быть, даже помочь в его развитии, а не только сохранении. Что нам необходимо сделать для того, чтобы сохранить этот язык? И здесь можно предложить множество различных методов, способов, стратегий. Как мне кажется, одной из самых важных является сакрализация калмынского языка. То есть помимо того, что мы изучаем калмынский язык, помимо того, что мы пытаемся научить ему своих детей, младшие поколения, необходимо вывести язык на другой уровень. Необходимо сделать его сакральным языком для всех тех, кто желает его изучать, для всех носителей этого языка. И что я подразумеваю здесь под сакрализацией? Язык должен стать медиумом или посредником для передачи буддийских идей, буддийских представлений для всего народа. И поэтому я говорю о том, что необходимо перекладывать, необходимо переводить на калмынский язык буддийские тексты, те, которые есть уже на тудобичах, есть на айратском, перекладывать их на калмынский язык. Переводить тексты, которые ранее не были переведены на калмынский язык, для того, чтобы калмынский язык обогащался, для того, чтобы язык жил, для того, чтобы он развивался и жил со своим народом. Поэтому очень важно, чтобы на калмынский язык также переводились и молитвы, чтобы в повседневной жизни те, кто желает сохранить этот язык, могли использовать его как медиум для своей духовной практики, духовного роста и в то же время сохранения своего языка. Я предлагаю сделать это таким образом, чтобы тексты не просто переводились на калмыцкий язык, они должны также служить и материалом для изучения калмыцкого языка, поэтому они должны сопровождаться определенными объяснениями, а также обязательно глоссарием, используя который мы можем обогатить свой язык, мы можем узнать его лучше, мы можем начать думать на нем, можем использовать его для своей духовной внутренней жизни. И я думаю, что это поможет сохранить язык в течение очень долгого времени, потому что он будет не просто языком быта, не просто языком общения людьми, а языком, каким он был прежде для, например, тех же самых буддийских монахов, которые изучали и преподавали буддийскую философию, мы снова сможем его вернуть на этот сакральный высокий уровень. Это то, что сейчас необходимо. Я думаю, что этот вопрос сейчас стоит очень остро, потому что времени у нас осталось не так много. Следующее, о чем я хотел бы сказать, это изучение на калмыцком языке не только буддийской философии, не только буддийских идей, но также и героических эпосов, таких как героический эпос «Джангр». Потому что это также хребет калмыцкого народа, это также его культурная, также его человеческая составляющая, которая всегда поддерживала этот этнос. Помимо этого, как вы знаете, в Калмыкии, среди волжских калмыков, имел бытование также эпос «Гесар». «Гесар», который в свое время, в 1802-1803 годах, был записан, восьмая и девятая песни «Гесариады» были записаны Бергманом и позднее переведены им на немецкий язык. И Буляш Хачиевна Тадаева переложила айратский эпос «Синьцзянь-Уйгурский», айратский эпос «Гесар» на калмыцкий язык, он доступен. И это то, что также необходимо изучать. Необходимо изучать как наследие своего народа, как духовное богатство, духовное наследие своего народа. Необходимо изучать его на калмыцком языке. И точно так же и эти тексты должны быть снабжены объяснениями и глоссарием, для того, чтобы люди не просто читали, а вникали и понимали смысл этих текстов, понимали тот дух, который в себе несут эти два эпоса, в особенности, конечно же, Джангер. Помимо этого, необходимо пытаться изучать и язык теми способами, которые были разработаны в современном научном сообществе. В частности, я сейчас говорю о гнездовом способе. Гнездовой способ, который заключается в том, что вокруг воспитателя, вокруг носителя языка собираются дети, которые в повседневной жизни постоянно общаются на этом языке и тем самым могут научиться этому языку, находясь постоянно в этом языковом гнезде. Другим способом, другой технологией, разработанной современными учеными для изучения любого языка, является способ наставник-ученик, где к каждому носителю языка прикрепляется ученик, который постоянно общается с ним на изучаемом языке. И эта стратегия оправдала себя. Многие выучили желаемый язык, используя этот способ. И, как мне кажется, здесь мы преследуем две цели. То есть язык должен не только выйти или вернуться, скорее всего, на сакральный уровень, который он занимал прежде, необходимо также сделать этот язык интересным, интересным для нашего будущего, то есть для молодёжи. И поэтому нам необходимо использовать все способы, все ниши, которые нам доступны. Необходимо выкладывать ролики на Ютубе. Ролики, которые были написаны на других языках, необходимо их переводить на калмыцкий и выкладывать их для того, чтобы те, кто желает изучать этот язык, могли это сделать. Точно так же можно переводить песни, можно записывать аудиокниги на калмыцком языке, можно переводить спектакли, фильмы, можно самим создавать фильмы, спектакли, мультфильмы. Всё то, что доступно, всё то, что возможно сделать для того, чтобы сделать этот язык интересным, интересным для молодёжи. И это одна из немаловажных целей, которые необходимо достичь, которым необходимо стремиться. Также встаёт и другой вопрос. Калмыцкий язык давно не используется во многих сферах жизни. Он не используется ныне, он не используется в образовании, также он не используется в делопроизводстве, он не является также языком науки. И поэтому нам необходимо создавать недостающие слова, нам необходимо создавать те слова, которые необходимы в современном быту. И для этого мы можем следовать нескольким способом. Мы можем использовать старые слова, переосмысливая их так, чтобы они приобретали новое значение. Мы можем использовать старые слова, старые корни, придавая им новые значения, используя словообразовательные суффиксы для того, чтобы создавать новые слова, обозначающие новые предметы и новые реалии нашего бытия. Мы можем занимать слова из других языков, чем калмыцкий язык занимался на протяжении множества веков. И мне кажется, что для того, чтобы поддержать язык, мы можем также использовать и наработки, и опыт, и богатство монгольского языка. Так как единственная страна, которая обладает сейчас независимостью и необходимым ресурсом для нового словообразования, для поддержания такого высокого уровня языка, нам необходимо использовать, перекладывать монгольские слова на калмыцкие и использовать их в быту. Тем самым мы не только обогатим наш язык, но и не отдалимся от монголоязычного мира. Мы останемся его составляющей, и всё то богатство литературы и культуры, которое доступно всем монголоязычным народам, будет при нас. Мы будем частью этого культурного мира, этого культурного поля. Помимо этого, я хотел бы сказать пару слов о чистоте языка. Дело в том, что любой язык развивается, любой язык меняется. И восстановить язык буддийских текстов, или язык, на котором говорили в XIX веке, XVIII веке, мы уже не сможем. Элементарно потому, что мы меняемся, меняется время, меняется общество, меняется и сам калмыцкий язык. Большинство из тех, кто сейчас займётся изучением калмыцкого языка, начинают говорить сперва на русском или любом другом языке, и только потом переходят на калмыцкий язык. И это определённо, это несомненно повлияет на калмыцкий язык. Язык станет другим. Например, в Израиле семитский язык, иврит, некоторые учёные рассматривают его как индоевропейский язык, потому что носители других языков, возвращаясь или приезжая в Израиль, изменяли иврит. И нынешний иврит, современный иврит, это не тот иврит, который бытовал, например, в Библии, или в Мишре, или в других религиозных текстах. То же самое произойдёт и с калмыцким языком. Мы должны быть к этому готовы, мы должны быть способны это принять, потому что сколько бы мы ни стремились, мы не сможем вернуть язык к тому уровню или к тому языку, который существовал в XIX или XVIII веке. И лучше говорить на языке плохо, чем не говорить вовсе. Поэтому необходимо стараться использовать этот язык, необходимо стараться его поддерживать таким, какой он есть. И к чему же мы стремимся? Что станет результатом такого возвращения калмыцкого языка, такого сохранения и развития калмыцкого языка? Во-первых, мы внесём свою лепту в человеческую цивилизацию, в общечеловеческую культуру. Мы станем ещё одной частичкой человеческого многообразия. Во-вторых, как мне кажется, это поможет тем, кто изучает этот язык, представителям калмыцкого этноса, поддержать своё самоосознание, себя как представителя этого этноса. И, как утверждают современные учёные, это поможет нам поддержать, а в некоторых случаях и вернуть своё как физическое, так и ментальное здоровье. Продолжение следует...